Какие варианты отопления для частного дома лучше всего? В отличие от многоквартирных домов, где имеются все необходимые коммуникации, жители частных домов должны заботиться о проведении большинства коммуникаций самостоятельно, в том числе и тех, что обеспечивают отопление. Сегодня мы хотим рассмотреть самые популярные варианты отопления в современных российских реалиях. Начнем с перечисления актуальных способов. Газовое отопление – самый популярный вариант в большинстве регионов страны, имеет немалое количество преимуществ, среди которых следующее – распространенность газа в виде топлива, покупка газа происходит максимально быстро во всех регионах страны, в непосредственной близости от вас, гарантированно имеется компания, торгующая данным ресурсом. Экономичность – стоимость газа довольно невысока, а эффективность современных котлов позволяет потреблять его с высоким КПД. Автоматизация отопления – работа современной модели газового котла не нуждается в контроле со стороны человека. Существуют и недостатки. Газ по сравнению с твердым топливом безопасен в плане продуктов горения, однако утечка газа может быть опасной сама по себе. Взрывы и пожароопасность, а также токсичность газа требуют специальных мер предосторожности, в том числе и обязательную возможность проветривать помещения. Современные газовые оборудования, особенно предназначенные не только для отопления, но и для горячего водоснабжения, а также обустройство систем теплых полов может быть весьма дорогим. Твердое топливо. Разнообразие горючего и технологий – это может быть как старая печь, работающая на дровах или угле, так и современные в немалой степени автоматизированные котлы на топливных брикетах, пилетах и гранулах. На стороне этого способа экономичность, если речь идет о дровах, однако в то же время существует и недостаток в виде постоянной необходимости подавать новое топливо и контролировать работу печи или котла. Отдельно стоит отметить такой элемент, как камины. Последние также работают на твердом топливе, выполняя скорее декоративную функцию и создавая в помещении невероятный уют. Впрочем, существуют и камины, совмещающие в себе функции котлов. Электрическое отопление Отопление в этом случае происходит под средством котла либо конвектора. В последнем случае не нужен никакой теплоноситель и его нагрев, так как устройство работает по принципу радиатора. Что касается котлов, то они экологичны, компактны, имеют превосходный внешний вид и высокую эффективность. Минусы очевидны – высокая стоимость электроэнергии и частые перебои с ее подачей во всех регионах страны. Помимо этого, для подобных приборов представляет опасность высокое напряжение и его скачки. Солнечная энергия и тепловой насос – экзотические источники тепла. Несмотря на то, что солнечная энергия является весьма распространенной, ее использование в частных домах пока не обрело популярности. И в основе своей подобные технологии чаще всего применяются для получения электричества. Впрочем, последнее можно направить на тот же электрический котел, однако большая мощность последнего остается для вас недоступной. При этом нельзя забывать о темном времени суток и пасмурных днях. Что касается тепловых насосов, то они являются весьма интересным вариантом. Работают эти изделия по принципу холодильников. Отбирают тепло у почвы, воды и даже воздушных масс. Эффективность все еще оспаривается, да и при низких температурах за окном эта самая эффективность падает. Совет. Обе вышеперечисленные технологии в суровых российских условиях пока используются слабо, однако их экономичность и экологичность безусловно подкупают. Поэтому в будущем, когда эффективность подобных систем увеличится, недостатки сократятся, а стоимость снизится, они будут крайне популярны и даже могут вытеснить более традиционные технологии. Отопление без теплоносителя. Как мы уже упоминали выше, разбирая электрические отопительные системы, они могут работать в двух вариантах. Стандартные котлы и конвекторы. Первые нагревают воду, используя ее в качестве теплоносителя. Уже на заключительном этапе нагревают воздух, вторые греют непосредственно воздух в помещении. Конвекторы удобны своими компактными размерами и стильным дизайном. Если же разбирать электрические или газовые варианты, то это, как правило, громоздкие приборы со сложной установкой. Недостатком электрических систем прежде всего является высокое энергопотребление, а также, как уже было сказано выше, частое отключение света. В этом случае вы рискуете остаться не только в темноте, но еще и в холоде. Существует еще один вариант отопления – воздушные. В этом случае по помещениям проводятся воздуховоды, по которым курсирует теплый воздух. Причем такая система может работать и в режиме кондиционирования и просто вентиляции, что очень удобно. Прогрев воздуха, как правило, осуществляется от газовой печи в подвальном помещении. Недостаток у этого способа в том, что воздух, в отличие от воды, быстро остывает, поэтому прогреть таким образом в большой дом не получится. Теплые полы Данный способ отопления заслуживает отдельной статьи, в том числе и описывающую вопросы монтажа. Систему может представлять собой как положенный под пол электрический кабель, так и пленочные элементы, а также инфракрасные обогреватели, о которых мы поговорим ниже. В качестве теплоносителя может выступать и вода, когда под полом прокладываются патрубки. Системы популярны в домах, где есть маленькие дети. Инфракрасные системы в обогреве дома Инфракрасное излучение переносит тепло, будучи невидимым для человеческого глаза. Приборы, излучающие в данном диапазоне, располагаются на полах, стенах и потолках. Особенность состоит в том, что данный тип излучения нагревает в первую очередь предметы, на которые оно падает. В то же время воздух в лучи проходят почти без потерь энергии, и нагрев в комнате самого воздуха происходит уже от нагретых предметов и людей. Инфракрасное отопление позволяет не затрачивать большие ресурсы на обогрев потолка, когда теплый воздух поднимается вверх и помогает прогреть жилое пространство, что актуально для помещений с высокими потолками. Недостаток тот же, в зависимости от электроэнергии. Так что же выбрать? Большинство вышеперечисленных способов имеет весомые достоинства, а также ряд недостатков. Однако наиболее универсальным в российских реалиях, конечно же, является газовое отопление. В этом случае можно говорить с уверенностью, что наибольшая популярность полностью оправдана. При ограниченном бюджете можно подобрать систему на твердом топливе. Как можно сэкономить на отопление частного дома? Используя любую систему отопления, необходимо понимать, что затраты в любом случае могут быть высоки при определенных условиях. Активно теряющий тепло дом будет требовать больше энергии на поддержание комфортной температуры. Следующие действия помогут снизить затраты на отопление даже в самых суровых климатических условиях. Качественные окна и двери, установленные по всем правилам, утепление стен и их полная герметичность. Утепление потолка и пола. Последнее особенно важно в том случае, если под полом холодный цоколь, а то и вовсе уличный воздух, как бывает при некоторых типах фундаментов. Для того, чтобы узнать о том, в каких районах дома наблюдается наибольшие теплопотери, советуем вызвать специалистов с тепловизором. Они определят проблемные участки наиболее быстро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok